Здарова, народ! Сегодня видео будет немного не по теме, а точнее совсем не по теме. Наверное, надо будет плейлист создать и так и назвать его, не по теме. Связано все это тоже с Китаем, с Алиэкспрессом. Пришла посылка весом 3 кило с лишним. Давайте посмотрим, что пришло. Вот такая посылка. Заказывал все это дело дней 8 назад. Давайте посмотрим, что это такое. Это нахер. Пупырка. Блин, воняет-то как. В общем, для тех, кто подумал, что это бухло. Нет, это не бухло. Это у нас сироп для кофе. Четыре разных вкуса. Карамельный, шоколадный, кокосовый и ореховый. Дело в том, что я просто пиздец, как люблю кофе. Американо обычно я пью и эспрессо. Так как мой организм молоко не особо переваривает и, блин, я с него, короче, в толчок бегаю постоянно, сколько бы я его не выпил. Капучино для меня под запретом. И я решил, в общем, нашел на Алиэкспрессе несколько видов сиропа. Решил заказать. Сначала решил заказать одну штуку, одну бутылку. Ну, думаю, какой-нибудь, типа... Там есть разные вкусы. Есть вишневые, есть ананасовые. Я хотел банановый заказать, но потом подумал, что ну его нафиг. Закажу-ка я вот эти четыре. Дело в том, что они продаются, вот эти четыре вкуса, вместе. То есть одним лотом. Стоит это дело у нас 880 рублей. Все вместе. Одна бутылка, если покупать по отдельности, стоит 260 рублей, по-моему. Или 280 или 260. Что-то в этом роде. Но дело в том, что сколько бы я не заглядывал, то есть каждую неделю, примерно рублей на 10-15, цена одной такой бутылки дорожает. И вот эти четыре бутылки вместе, одним лотом. За месяц подорожало... Слушайте, я не помню, насколько. Ну, можно зайти, в общем, на Алиэкспресс, посмотреть. Эта штука у нас идет из России 5-постом, то есть заказывается на Алике, идет по России. Вообще, по идее, эта штука универсальная. Здесь в нее можно добавлять кофе, чай, в коктейли, мороженое, десерты, выпечку, либо разбавлять питьевой водой в соотношении 1 к 7. Перед употреблением сбалтать состав. Сахар, вода, стабилизатор. Ну, в общем, целая таблица Менделеева. Ну, да ладно. По срокам годности все норм, ничего не протекло, все запечатано. Запечатано так же, как и примерно в воде. вот. Эх ты ж. Слушайте, блин. А реально? Ладно, давайте, сейчас я все это дело разведу и попробуем. Марик! Для того, чтобы не смешать все вкусы, будем использовать отдельные блин ложки. Здесь у нас будет, ну, пусть у нас будет грецкий орех. Соотношение 1 к 7, я черт его знает, короче, сколько это будет. Я добавлю по паре чайных ложек. Дальше у нас идет кокос. Дальше пойдет шоколад. Ну и задуприм все это дело карамелью. Не, ну не свинья. Ну что, давайте глянем, на что это похоже. Грецкий орех реально похож на пикник, на шоколад. Ну, потому что в основе пикника, в основе шоколада грецкий орех. По идее, это вафли с грецким орехом и шоколадом. Один в один. Насчет того, вкусно или нет, ничего сказать не могу на любителя. По две ложки вот на такой бокальчик небольшой. В принципе, да нормально будет. Кокос. Ну, похоже на кокос с кофе. Че ты скажешь? Ну, прикольно. Я, правда, блин, вот сахара добавил мало. По одной ложке всего. Надо было побольше. Но я рассчитывал на то, что... Дело в том, что они все очень прям приторно-сладкие. Я думал, что они заглушат. То есть еще прибавят сахара. Но нифига. Че с шоколадом? А вот шоколад на шоколад, кстати, похож очень отдаленно. Смесь скорее, знаете, вишни и не шоколада. Вот это, знаете, шоколадной глазурью дешевого мороженого. Потому что там же не натуральный шоколад. Не знаю, из чего это состоит. Но у дешевого шоколадного мороженого. Не шоколадного именно, а вот эскимо. Вот у него такой вкус. И вот здесь один в один. Не, шоколад не катит. И он чувствуется где-то очень-очень-очень отдаленно. Вдалеке. То есть шоколад нафиг сразу откатывается. Карамель на карамель похожа, но тоже где-то отдаленно. В общем, самые классные вот эти два. Вот этот самый хреновый. Ну, потому что, блин, он не похож на шоколад. Карамель. Ну, в общем, вот эти два на первом месте. Карамель на втором. Но его надо больше добавлять. Прямо раза в два, в три больше. Вот этот на самом последнем месте. В принципе, у продавца можно поменять какую-то одну бутылку. То есть на свой вкус. Дело в том, что он продает как вот оптом по четыре штуки, так и в розницу по одной бутылке. То есть он вам может по вашей просьбе заменить какой-нибудь один на тот, который вам больше всего, например, понравится. Клубничный есть, например. Я вот хотел банановый, но не стал париться, короче. Заказал вот именно вот эти четыре, которые были у них в этом сете. Так, чисто на пробу. Ну, и чувствую, я вот эти вот две штуки уйдут. Прямо махал. Карамель у меня больше жене, наверное, подойдет. Потому что с женатой она больше по карамели угорает. Ну, а шоколад не знаю. Врагам подарю, может быть. Ладно, вот такой был небольшой обзор. Надо будет создать плейлист. Не по теме. Прямо так его назвать. И всякую подобную штуку с Алиэкспресса туда закидывать. Все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.